Забастовка Это, конечно, много кого не устраивало, и поэтому люди решили объединяться в организации, которые бы защищали их права и назвали их трейд-юнионы. Это такое историческое название первых британских профсоюзов. То, что сейчас происходит в Беларуси и разговоры о забастовках, которые у нас проводятся, нужно четко понимать, что есть экономическая забастовка, а есть политический протест. Наша власть пытается хитрить, пытается обманывать рабочих, говоря о том, что у вас забастовка, отлично, нет проблем, делайте забастовку. Но для этого нужно собрать 50% подписей вашего коллектива, создать официальный источком, сделать своевременное предупреждение о том, что вы будете бастовать. В конце концов, у президента по закону есть право отсрочить любую забастовку на три месяца. Это вообще не про то, о чем мы с вами сейчас говорим. Мы сейчас говорим о политическом протесте. Фактически, то, что сейчас происходит на заводах, а это итальянская забастовка, об этом мы еще тоже поговорим, это совершенно другой формат. Это формат продолжения политического протеста. Когда вы выходите на улицы каждое воскресенье с бело-красно-белым флагом или гербом вашего района, это политический протест. То же самое вы делаете, когда вы выходите на работу и начинаете медленно чинить свой станок. Или у вас внезапно ломается ваша доменная печь. Или вы внезапно осознаете, что ваш конвейер работает не так, как надо, и его нужно срочно отремонтировать. Это называется итальянской забастовкой, когда вы начинаете выполнять все требования, которые к вам предъявляет закон, ну и ваша какая-то инструкция. Потом как нужно работать. Не заземлен станок, не работаете, начинаете там ковыряться, делать что-то с ним. Капает вода, обращаетесь к мастеру, начинаете разбираться, почему течет вода, почему крыша прохудилась. И вот таким образом можно делать очень классное давление на власть, экономическое давление. Потому что мы понимаем, что чтобы завод полностью стал, и все рабочие одновременно перестали работать, это сложная и большая задача. Идеологи, милиция, ОМОН, они все давят на людей, чтобы этого не произошло. Но вы, каждый из вас, в состоянии делать свою работу четко по инструкции. А если вы будете делать ее четко по инструкции, то она будет гораздо медленнее. И результаты этому уже есть. Вы знаете о том, что Беларуськалий снизил добычу своих удобрений намного за последние несколько месяцев. Это падение. Это значит, что власть недополучит свои деньги. Это значит, что недополучат деньги ОМОНовцы, которые бьют нас дубинками на выходных. Точно та же самая ситуация на МАЗе. Количество выпущенных автомобилей снизилось по той причине, что люди работают в формате итальянской забастовки. И этот формат может привести к тому, что наша власть сменится гораздо быстрее. Потому что Лукашенко очень зависит от экономики. И это один из самых действенных и классных рычагов давления. Поэтому итальянская забастовка – это хороший ответ давлению, которое власть оказывает на нас. Вы публично не заявляете о том, что вы бастуете. Но фактически воздействие, которое вы оказываете на экономику, очень большое. Международное законодательство, в частности Международная организация труда, предусматривает в своих конвенциях право каждого человека, каждого работника на забастовку. Точно так же это право содержится в Международном факте об экономических и социальных правах. Оно там включено в право на труд. В расширительном трактовании это как раз и есть право на забастовку в том числе. Вы можете трудиться, можете не трудиться, можете бастовать. Но отдельно нужно подчеркнуть, что то, что сейчас происходит в Беларуси – это все-таки не экономическая забастовка. Об экономических забастовках мы будем говорить тогда, когда в Беларуси будет нормальная власть, нормальный трудовой кодекс. И будут взаимоотношения между нанимателем и работником, кодифицированным хорошим трудовым кодексом, в котором будет это все прописано. Это одна из целей, которая может стоять перед новой властью. Активных забастовок действительно сейчас практически нет, потому что стачкомы, которые были засвечены, они в основном разгромлены. Люди получили сутки, люди получили аресты, и все ушло в подполье. Мы очень хорошо помним о том, что Беларусь это страна партизанов, страна подпольщиков. Поэтому если нас давить больше, то это не значит, что нас можно передавить. Мы просто уходим глубже и начинаем действовать скрытнее, но при этом это очень эффективная тактика. Еще раз скажу о том, что цифры, которые есть сейчас в официальной статистике, показывают, что итальянская забастовка очень существенно влияет на уровень прибыли государства. И это очень серьезное давление, которое вынудит рано или поздно власть сесть за стол переговоров и Лукашенко уйти. Общая структура цифр будет понятна через несколько месяцев, когда можно быстро сравнить несколько кварталов года, прибыль, убыль, расходы, доходы. Но уже в целом сейчас можно сказать, что тот же Беларусь-Калий сорвал несколько серьезных контрактов, которые у него были на поставку калийных удобрений. Плюс вы в курсе, что приезжало представительство норвежской компании, которая является основным покупателем в Норвегии калийных удобрений. И с ней идет прямая коммуникация по поводу нарушения прав работников, увольнения их, преследования и арестов. И вот такие точечные воздействия, они очень качественно, очень эффективно влияют. Особенно нужно учесть то, что Беларусь это открытая экономика, которая работает в том числе и с западными партнерами, с западным бизнесом. А он, в отличие от белорусского бизнеса, который прикорытный, скажем так, который подчиняется администрации, президента и прочим структурам. Западные бизнес-структуры, они очень сильно зависят от своих имиджевых моментов. То есть, если западная структура окажется, что она работает с каким-то предприятием, которое напрямую финансирует насилие в отношении мирных демонстрантов, по сути, то они могут потерять своих клиентов. И это очень важный момент. Поэтому есть две составляющие. Первое, внутри страны рабочие должны действовать в режиме итальянской забастовки. Мы же с международной стороны подключаемся и сообщаем, информируем национальное правительство тех стран, в которых расположены партнеры белорусских фирм, белорусского бизнеса, белорусского государственного бизнеса и государственных предприятий, о том, что это серьезные имиджевые потери, сотрудничество такое. Поэтому этот процесс с двух сторон должен идти. Здесь за рубежом делается своя работа, здесь внутри Беларуси делается своя работа. Сама по себе белорусская власть репутации как таковой уже практически не имеет. Но каждое предприятие, в том числе и государственное, имеет свою собственную репутацию поставщика услуг, поставщика товаров каких-то определенных. И это один момент. Второй момент это то, что свою собственную репутацию имеют покупатели этих услуг и покупатели этих товаров. И вот как раз таки воздействие на ту репутацию, это очень серьезный момент. Потому что в какой-то определенный момент белорусские предприятия могут стать настолько токсичными для имиджа тех организаций, которые покупают их услуги, что они просто откажутся от их услуг. Потому что ты можешь купить за 20 долларов какую-то вещь, которая будет, условно говоря, сделана руками детей. Так было, например, с ситуацией в Бангладеш, когда H&M на какое-то время отказывался от покупки бангладешских товаров текстильных, потому что это дети делали, а детский труд запрещен. И точно такая же история может произойти и с Белоруссией. То есть когда западный потребитель будет понимать, что продукция, которую он покупает, сделана работниками, которые фактически поставили в рабское положение, он тоже от этого откажется. И в этом есть залог и возможность победы на этом направлении.